Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие братья и сестры! Сегодня в студии Ханты-Мансийской Метрополии речь пойдет об одном из самых великих и торжественных, вместе с тем масштабно народных праздников, крещения Господнем или Богоявлений. Главные вопросы, которые зачастую возникают в связи с праздником Богоявления, примерно таковы. Как Богоявление связано с Троицей? Правда ли, что в первые века христиане крестились на Рождество? Чем отличается Богоявленский сочельник от Рождественского? Почему в храмах вода освящается два дня подряд? И, наконец, правда ли, что по народной примете, если не погрузился, то и вообще не докрестился? Ответы на эти вопросы нам сегодня поможет найти председатель отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской епархии Иерей Евгений Кизин. Здравствуйте, отец Евгений. Добрый день. Итак, в чем же главный смысл Богоявления? Есть ли тут какая-то связь с Троицей? Проснительно. Праздник крещения Господа нашего Иисуса Христа на реке Иордан от святого пророка Претечи Иоанна, который впоследствии после этого события получил еще наименование Креститель. Креститель имеет еще такое наименование, как Богоявление и действительно является одним из важных христианских праздников. Имеет наименование 2 на 10, один из 12 праздников, которые особенно связаны с жизнью Господа Иисуса Христа. И этот праздник, он празднуется у нас 19 января по новому стилю, 6 января по старому. После праздника Рождества Христова, хотя исторически когда-то это был один единый праздник, который назывался Богоявлением. Собственно говоря, связь праздника крещения Господа Иисуса Христа со Святой Троицей кроется в этом названии. Потому что в этот день, когда Господь пришел на реку Иордан, креститься от Иоанна, Господь явил себя. То есть был глаз с небес Бога Отца, который свидетельствовал о том, что Господь Иисус Христос, есть Сын Его возлюбленный, который принимает крещение в реке Иордан, и Дух Святой в виде голода сходил на Него. И таким вот образом, видимым, понятным вообще для людей, Господь явил себя, как Святую Троицу Отца и Сына, и Святаго Духа. В связи с этим, перед праздником крещения, соответственно, как и перед Рождеством, предшествует сочельник. Сочельник. Рождественский сочельник, есть крещенский сочельник. Есть какая-то принципиальная разница между этими двумя сочельниками, в чем, может быть, какие-то различия, там, многослужебных или каких-то терминологических вещах? Ну, как я уже сказал, что праздник изначально был единым, и праздник крещения, и Рождество праздновался вместе в начале христианских, так скажем, времен и традиций, и только разделяться стал праздник в IV веке. Ну, и эти отголоски, они, собственно говоря, остались. То есть мы имеем как рождественский сочельник, так и крещенский сочельник, и даже богослужение сходно, там же есть богослужение на вечере, которое совершается как перед тем, так и перед другим праздником. Также соблюдается строгий пост, который готовит верующих людей ко встрече этого праздника. Но единственное, что эти праздники уже как бы разделены, поэтому рождественский сочельник нас готовит, соответственно, к Рождеству Христову, а крещенский сочельник готовит нас к празднику крещения Господней. Ну и все-таки есть одно такое отличие. В рождественном крещенский сочельник все-таки происходит освящение воды. Как бы первое освящение воды, потому что вода освящается накануне, после рождественника другие, и собственно сам праздник крещения. С чем это связано? Почему вот так установила церковь? Одной из отличительных особенностей богослужения в день праздника крещения Господня является действительно освящение воды. И это, наверное, один из таких любимых моментов в нашем народе. Люди приходят в храм, приносят с собой воду для того, чтобы священнослужитель совершил освящение. И традиция эта достаточно древняя, и действительно освящается вода 18-го числа в Навечере, в сочельник крещенский, и в сам день праздника уже непосредственно 19-го. Традиция эта связана с тем, что когда-то в день на вечере совершалось не просто освящение воды, а вода освящалась для того, чтобы в этот день совершилось крещение оглашенных, которые на протяжении некоторого времени готовились к принятию таинства крещения, и в этот день освящалась вода, и уже в этой воде они принимали таинство крещения. Но здесь нельзя путать то таинство, которое совершалось тогда, и то освящение, которое сейчас, это немного разные вещи. А второй день, то есть в день самого праздника, точнее второй момент освящения, в день крещения Господня, он связан с тем, что когда-то палестинские монахи в этот день в крещение выходили к реке Ярдан, совершали шествие особенное, и там уже совершалось богослужение на этой реке. С этой традицией уже связано освящение воды в сам день праздника. Ну, если говорить про освящение воды в день крещения Господня, то святая вода крещенская является великой альясмой, великой святыней, которую мы принимаем в течение всего года, стараемся сохранить ее в своих домах и в церквах. И, конечно, здесь должно быть особое благоговение и особенное отношение у верующих людей к этой святыне, потому что, совершая молитву, призывая благодать Божию, Господь действительно освящает эту воду. И через соприкосновение с ней человек получает и освящение, и благодать Божию приобщается. И абсолютно нет никакой разницы. Либо вода освящена 18-го числа, либо 19-го. Чин освящения абсолютно одинаковые, потому что, к сожалению, в народе у нас существуют некоторые такие суеверия. То есть, что вот, значит, 18-ая это, значит, Погоявленская вода, а 19-ая это крещенская вода. Так вот, дорогие братья и сестры, заявляю торжественно, что разницы никакой абсолютно нет между той водой, которая освящается 18-го, и той водой, которая освящается 19-го числа. Это одинаковая святыня, приобщаясь которой мы освящаем и душу, и тело. Ну и завершается, как бы, кульминация всего праздника, крещение Господня, это великое освящение водного естества на наших реках. Вот, в частности, на наших сибирских реках, реки, и Ртешей, и Абиев будут освящаться, уже готовятся проруби. И все готовится к тому, чтобы, значит, верующие смогли, как бы, с благоговением погрузиться. И вот, как папа верит уже, очистить себя от грехов. Ну, вот, здесь несколько есть крайнестей, вот одна из них, которую, вот, я уже слышал на протяжении своего церковной жизни, что, вот, если ты не погрузился в крещенскую воду, в прорубь именно, то ты, вот, как бы, не докрестился до конца. Вот, если ты погрузился, значит, тогда ты уж полноценно можешь стать себя христианином, значит, и жить по самому, дальше, значит, соблюдать их и так далее. Вот здесь какой момент? Ну, начнем с того, что, действительно, во всех практических храмах Русской Православной Церкви в этот день после богослужения совершается крестный ход к ближайшему водоему, и там уже непосредственно совершается чин освящения воды. И так вот у нас сложилось в нашем русском народе, именно в народе, то есть это не церковный обычай и не церковная традиция, а это именно такая народная традиция, что в этот день многие люди стараются погрузиться в освященные воды от того или иного водоема после совершения на этом месте чина освящения воды. Вот, традиция достаточно давняя, вот, и любимая нашим народом, вот, и здесь можно, скажем так, подискутировать на тему, на пользу или не на пользу это все, вот, поэтому к этой традиции нужно подходить с умом, взвешенно, тем более в нашем сибирском регионе, где есть такое понятие, да, вообще, как крещенские морозы, вот, и нужно взвешивать степень со здоровья своего организма, вот, понимание того, для чего я, собственно говоря, это делаю. То есть люди, которые действительно приходят на реку и с благоговением погружаются в освященные воды, они таким образом, как бы, говорят, Господи, вот, ты в этот день погружался, входил в воду иорданские, и мы, Господи, с тобой веруем, Господи, укрепи нас, помоги нам, вот, и тоже погружаются. То есть не просто там с разбегу будет тихнуться в воду и ждать, что, значит, будет у тебя какая-то особенная благодать или, там, прощение всех твоих грехов, которые ты натворил, совершил, вот, абсолютно ничего подобного. То есть крещенские купания не являются, еще раз, вот, сакцентирую, не являются церковной традицией, это большая традиция народная, и уж тем более, тем более крещенское купание не гарантирует прощение грехов. Прощение грехов нам дает Господь посредством таинства в церкви, в первую очередь это таинство, конечно, покаяния, вот. Но если мы чувствуем в себе силу, значит, веры, силу духа, силу здоровья, своего физического в том числе, вот, конечно, с благоговением, помолившись, мы можем погрузиться в воды освященные водоемов, вот, но, и если здесь уж говорить, знаете, есть такое выражение у нас, у верующих людей, что по вере вашей да будет вам. И многие люди, и я знаю много свидетельств людей, которые действительно исцеление получали, погружались в воды освященные реки и получали исцеление. По вере, вот, и как раз таки искренне. Был такой пример у нас, где я когда-то рос, мужчина помогал строить купель, и буквально в последний вечер он, значит, подскользнулся и себе вывернул очень сильную ногу, значит, вот, но сказал, пока не искупаюсь, никуда я не буду обращаться, никуда я не пойду. И говорит, а вдруг Господь меня исцелит? Погрузился, вышел с абсолютно здоровой ногой. Вот, пожалуйста, такой пример. Вот, поэтому каждый должен для себя определиться, решить, но самое главное, чтобы было благоговение, самое главное, чтобы была молитва. Вот, не дублирует, не дублирует и не закрепляет погружение в крещенскую купель. Таинство крещения – это абсолютно, это кардинально разные вещи, абсолютно разные вещи. То есть, это традиция, а таинство крещения – это великое таинство вхождения человека в церковь, рождение духовного человека. Вот, то есть, здесь это вещи, которые сопоставлять, конечно, ни в коем случае нельзя, даже сравнивать не стоит. Вот, но силу духа проверяет человек, конечно, поэтому, кто хочет, может быть, и в этом как-то укрепиться, ну, если здоровье позволяет, почему бы, почему бы и нет. Но с благоговением и самое главное – с молитвой. Самое главное – понимать, для чего я это хочу сделать. Просто проверить себя, насколько я там силен духом, или действительно в память о том, что Господь погружался, и я погружусь, несмотря на то, что на улице там погода за минус там 10, 20, 30 порой бывает. Вот, но хотя хочу сказать, что в Иордане – это тоже не тёплая вода. Не так давно Господь сподобил вас там побывать, и мы погружались в воды Иордана тоже, в рубахах особых таких с изображением здесь вот как раз-таки события крещения Господня. И водица-то не тёплая, конечно, не тёплая, поэтому как бы вот берите рубахи, братья и сёстры, если имеете желание, с молитвой на устах погружайтесь в память о том, как когда-то Господь вошёл в воду Иордана и осветил в одно естество, вот, и мы с вами увидели явление нашего Бога, Святой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спасибо большое, отец Евгений. Спасибо. Сегодня в студии Хатуманцельской митрополии на вопросы, связанные с праздником Богоявления, Крещения Господня, нам рассказал, ответил председатель отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Хатуманцельской пархии Ирей Евгений Кизин. Спасибо вам. С праздником, с наступающим всех. Всего доброго.